Привет! Это видео из серии о минимализме. Это основная и моя любимая тематика на канале. Давненько ничего про это не снимала и сейчас поняла, что у меня есть что вам показать. Я пересматривала старые фотографии и поняла, что у меня есть фотографии шкафов и домов за последние 7 лет. И могу вам рассказать, как именно минимализм и изменение отношения к потреблению вообще повлияли на мою жизнь, естественно, и на то, как выглядят мои шкафы. Я думаю, что мы начнем с 2013 года. Это 7 лет назад. В тот год я вышла замуж за моего нынешнего текущего третьего мужа. Все, что было до этого, оставим в прошлом. Не будем там копаться. Единственное, что я скажу, что есть фотография примерно от 2012 года, где у меня есть магнитики на холодильнике. С тех пор такого со мной не происходило, но это говорит о том, что до того я, видимо, была совсем другим человеком. Как человек, который любит цифры и аналитику, я, естественно, построила табличку и построила график. Как я вообще считала объемы? Я считала только шкафы и комоды, которые были заняты одеждой. Шкафы я считала по объему паксов. Это шкафы такие в Икее, я думаю, все их знают. Стандартный пакс, ну, те, которые, по крайней мере, у нас были, это примерно 2,40 по-моему, в высоту. 60 сантиметров в глубину, 58. И, ну, соответственно, сколько-то метров в ширину, они там бывают разные. Есть 75, есть метр, есть 50 сантиметров. Ну, собственно, я помню, какой длины у нас были эти шкафы, сколько секций. Поэтому я смогла посчитать более-менее точно объем. Стандартный комод я считала как 50 сантиметров в глубину, метр в высоту и метр в ширину. Ну, то есть, вот я примерно так прикидывала. Естественно, это не с точностью до миллиметра, но можно на это ориентироваться. Итак, наша первая отправная точка, это Санкт-Петербург, 2013 год. В тот год мы снимали квартиру в многоэтажке. Это была квартира двухкомнатная, площадью 70 метров, довольно большая. Там была гардеробная, были шкафы, было несколько комодов у нас и общая длина шкафов. Ну, в общем, я примерно прикинула, сколько там было в этой гардеробной. В общем, я посчитала, что если перевести в эквивалент паксов все, что там было, то это примерно 6 метров паксов, 2 комода и общая площадь всего этого 9,64 кубометра. Практически весь этот объем занимала одежда и обувь. К сожалению, конкретных фотографий с деталями тех шкафов не сохранилось, но вам придется поверить мне на слово, что там было достаточно барахла, прям очень много. Вот, посмотрите, количество опуви, которые я перевозила в эту квартиру. И, собственно, вот есть кусочек гардеробной. Для контекста буду показывать буквально по 1-2, там несколько фотографий, как я в тот момент одевалась. И вот, собственно, фотография того периода времени. Здесь я, кстати говоря, уже глубоко беременна Эваном. Я не знаю, это, наверное, месяц уже 6-й беременности. Ну вот, да, я любила мини, любила шпильки и одевалась вот примерно вот так. В сентябре 2013 года мы купили свой первый таунхаус, переехали туда и жили там счастливо. В таунхаусе была площадь 65 квадратных метров, это на 2 этажа. Гардеробов там стало уже 7 метров, ну то есть в эквиваленте паксов. Было также 2 комода и общий объем стал 11 с небольшим кубометров. Почему объем увеличился? Нет, я не стала еще больше покупать, слава богу. На тот момент я остановилась, но особо к моменту переезда, по крайней мере, я какими-то суперрасхламлениями не занималась. Почему объем увеличился? Потому что там вскоре у нас родился еще один ребенок, ну и, собственно, вещей стало больше. Я, кажется, не упоминала еще, что я, естественно, считала комоды и всякие вот эти шкафы на всю семью. То есть не только это моя одежда и обувь столько занимали, а сначала там было 4 человека, а потом через некоторое время стало 5. Дом наш выглядел как-то так, шкафы выглядели, внимание, не пугайтесь, вот так. Так, это мои платья, и это далеко не все, и, в общем, это только малая, естественно, часть одежды, которая у меня была. Документы хранились по-другому, не так, как сейчас. Естественно, при этом я все равно любила все раскладывать по полочкам. Про вертикальное хранение я, естественно, знала, но мне оно было удобно не везде, то есть кое-где было и горизонтальное хранение в каких-то комодах, на каких-то полках, в общем, было по-разному. Что касается непосредственно моей одежды, ну вот платья, да, выглядели вот так. Нижнее белье, я сразу извиняюсь, может, кто-то не любит такие кадры, но я не могу не вставить, просто, чтобы вы понимали, вот, ну, это вот просто количество нижнего белья для одного человека. Количество бюстгальтеров тоже, мне кажется, характеризует меня с какой-то стороны. Ну, в общем, на тот момент, это примерно 2013-2014 год, все выглядело вот так вот. Но я к тому времени уже стала вообще задумываться, зачем столько, куда столько. Я перестала покупать и занималась расхламлениями, что-то отдавала, что-то продавала, устраивала всякие шмотка-пати среди друзей, знакомых, на работе, среди соседей. В общем, старалась как-то от лишних действительно вещей избавляться. Как я на тот момент одевалась, совершенно по-разному дресс-кода у меня на работе не было. Я могла как ходить в джинсах и свитере, так и в каких-то довольно, наверное, неофисных платьях. Старалась, в общем, не повторяться, имея такой гардероб, такое разнообразие одежды. Естественно, ты периодически ее хочешь выгуливать, и я ее выгуливала. В 2015 году мы переехали из нашего таунхауса, который был в Ленинградской области, в Подгорицу, это столица Черногории. Мы переезжали на одной машине, вот сколько мы смогли увезти в одном седании обычного размера, это был Солярис, столько и было вещей. В Подгорице мы жили в съемной квартире, площадью 100 квадратных метров. Там было три спальни, огромная кухня-гостиная, еще одно большое пространство. В общем, там было дофига места, честно говоря. И количество шкафов в эквиваленте паксов, это примерно 6 метров ширины. При этом там уже не было такого, чтобы вещи куда-то не влезали, даже близко было очень много свободного пространства, много полок, но вот количество метров шкафов было вот такое. Не было, кстати говоря, ни одного комода. Дом наш выглядел примерно вот так. В общем, было, честно говоря, довольно пусто. И мне это очень нравилось. Я на тот момент прям кайфовала. Как я одевалась, пока жила в Черногории? Ну, в основном, конечно, в какие-то футболки и шорты, потому что летом там прямо очень жарко, ну а зимой, зимой как-то так. Затрудняюсь сказать о том периоде жизни в Черногории, как обстояли дела с накоплением или, наоборот, с расхламлением, с избавлением от лишнего. Я думаю, что мы скорее немного накапливали вещи, в первую очередь, потому что мы, когда переезжали, мы действительно взяли с собой очень мало. У нас не было возможности много взять. То есть мы взяли явно недостаточно и что-то просто там докупали по необходимости. Плюс Черногория такая страна, где шоппинг очень такой специфический, скажем так, скорее не разнообразный. И если тебе прям что-то надо, то далеко не факт, что ты сможешь это легко купить. Поэтому, когда мы куда-нибудь выезжали в другие страны, ближайшие или не очень, мы периодически что-то привозили, в том числе и какую-то одежду. Но такого, чтобы у нас кончалось место в шкафах, не было даже близко, нет, было много свободного места. В 2017 году мы переехали из Черногории в Нидерланды. Когда мы переезжали, у нас количество вещей радикально не поменялось, потому что работодатель, который, собственно, сделал офер и перевозил нас, он оплатил контейнер, оплатил транспортную компанию. И мы забрали практически все, что было нам дорого. Мы забрали вообще мебель, мы какие-то поддоны забрали. Собственно, диван, который у нас сейчас стоит в гостиной, он из Черногории. Мы его там сделали сами, своими руками и перевезли сюда. Мы очень много всего перевезли. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. То есть мы не покупали какие-то вещи заново, что хорошо и для финансов, и для экологии. А с другой стороны, какие-то радикальные переезды, когда ты сильно ограничен в объеме, они позволяют более качественно отфильтровать то, что тебе нужно и то, что тебе не нужно. Таунхаус, который мы сняли по приезду в Нидерланды, был площадью 100 метров. Там было три спальни, была огромная гостиная, был такой внутренний дворик. В общем, было классно, было интересно. И шкафы в том нашем жилье выглядели примерно так. То есть там тоже были, там уже были прям конкретные паксы, так же, как у нас были там в первом, во втором жилье. В Подгорице паксов не было, потому что в Черногории нету Икеи. Хранение организовывали вообще по-разному. Периодически что-то там меняли, перевешивали, но в среднем вот было как-то так. Мы за время жизни в том первом нашем голландском таунхаусе манифицировали, например, вешалки. То есть если сначала у детей были одни, у нас с Андреем другие, у Гордея третий, мы постепенно привели все к единому формату. Как мы одевались, как я одевалась на тот момент, ну в общем по-разному. Могла и какие-нибудь там веселенькие платья надевать или какие-нибудь блестящие брюки. Развлекалась по-разному, но большей частью, надо признать, когда ты ездишь на велосипеде и у тебя 300, наверное, дней в году льет дождь, то выглядишь ты, скорее всего, вот так. Ну в крайнем случае вот так. Наш последний на данный момент переезд состоялся два года назад. Мы купили свое жилье в ипотеку и переезжали сюда. К тому моменту я уже очень много всего раздала, очень много всего продала, и вещей стало прям очень радикально меньше. Дом наш имеет площадь 120 метров, на самом деле 125, но в табличке почему-то я написала 120. Гардеробов сейчас у нас реально два пакса. Это самые настоящие паксы. Один стоит в детской, другой стоит в комнате маленькой рядом с нашей спальней. И плюс к этому у нас есть три комода. Один стоит в комнате Гардерия, там лежат его вещи, его одежда, и даже учебники туда помещаются. Еще один большой комод стоит в нашей с мужем спальне. Там прям практически вся одежда, которая должна лежать, которая не висит на плечиках, она у нас в этом комоде. И есть еще один комод в гостевой комнате, где хранится постельное белье, какие-то полотенца запасные, вот всякое такое. Плюс там же лежат, например, настольные игры, и все равно один ящик в этом комоде остается пустым. В шкафу в детской комнате вся одежда, которая должна висеть на плечиках, это одежда и Гардерия, и младших детей. Они просто разделены по разным сторонам. Сверху у нас лежит одежда на вырост, лежат какие-то запасные игрушки, и лежат сумки и рюкзачки, которые прямо сейчас не нужны. Внизу есть ящик, где всякие футболки, джинсы, нижнее детское белье. Ну и вообще шкаф, честно говоря, заполнен не слишком сильно. Шкаф, который стоит рядом с нашей спальней с мужем, выглядит вот так вот. Есть два ящика, мы их встроили туда, выкатных, но на самом деле один из них вообще пустой, в другом лежит не одежда. В этом же шкафу хранится чемодан, рубашки справа, платья и какие-то мои вещи слева. Сверху у нас лежат коробки от техники, которые мы еще собираемся продавать, и лежат какие-то сезонные вещи. В последние годы я планомерно и целенаправленно уменьшаю количество вещей, которыми я владею, в том числе это, естественно, касается и одежды. Мне сейчас так гораздо комфортнее. Я не понимаю, зачем мне сейчас было бы нужно 200 платьев, как было когда-то. Но то, что они у меня когда-то были, я, честно говоря, не жалею. Это тот период, который мне нужно было пройти. Я его прошла, а сейчас он прошел. Будет ли какой-то еще впереди другой период, я не знаю. Может быть, я уйду в сторону еще большего минимализма. Может быть, наоборот, будет какой-то значительный или незначительный откат. На данный момент мне комфортно, но каких-то гарантий я, естественно, дать не могу. О том, куда я одеваю вещи, я уже многократно рассказывала. Я отдаю, я продаю, я сдаю в переработку. Я очень много вещей отдала в секонд-хенд. И, в общем, стараюсь, крайне стараюсь делать все это разумно, без какой-то боли, не отрывая от себя. Не так, чтобы потом кусать локти. То есть, у меня процесс вот этого расхламления и пути к минимализму, он довольно мягкий и довольно длинный. Это не то, что я села и за три дня выбросила куда-то на помойку 90% своих вещей. Нет. Как я одеваюсь сейчас, я думаю, вы знаете. Я уже снимала и всякие там разборы своих платьев, и разбор гардероба со стилистом. Кому интересно, можете посмотреть. Я оставлю ссылки внизу. В том числе, кроме прочего, какой-то обычной повседневной одежды, вот свитеров, типа, как сейчас, и джинсов, как сейчас. Я, естественно, еще довольно часто и много ношу всякую спортивную одежду. Для вау-эффекта я, естественно, хочу сравнить то, что было до, примерно 7 лет назад, и то, что есть сейчас. Делитесь своими впечатлениями об этом видео. Наверное, оно для меня довольно личное, потому что я тут в прямом и переносном смысле показываю свое белье. Рассказывайте, как обстоят дела у вас, что за последние 5-10 лет изменилось в вашей жизни в этом отношении, стали ли вы больше покупать, меньше покупать, увеличилось или уменьшилось у вас количество той же одежды и обуви. В общем, делитесь, давайте что-нибудь сравним. Напишите, например, какой объем шкафов у вас дома для вашей одежды, для одежды вашей семьи. Ну и, естественно, пишите, сколько человек в семье будет интересно посравнивать. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, лайки, подписки. Переходите на второй канал, там тоже много всякого интересного. И всем пока, до новых видео.